Глава третья. Белый снег. Суровый мороз. Суровый мороз. Суровый мороз. Выйдя из пещеры, мы попадаем в заснеженную долину, состоящую из мертвых, замерзших тел. Суровый мороз. Но не все мерзлые оказались мертвыми. В ком-то еще осталась частица жизни, и на последнем издыхании эти сушеные тела пытались меня остановить. В тех телах, где не было жизни, разбивались как камни. А те, у кого в руках было оружие, противостояли мне. Пройдя поле замерзших тел, я вновь встречаю ту самую обезьяну, которая кинула кокос. Вождь обезьян. В этот раз она не пыталась убежать. После нескольких сильных ударов по ней, обезьяна начала молить о пощаде. Возможно, это была уловка. Но в конечном итоге убить эту обезьяну не получилось. Она просто сбежала. А в конце еще и посмеялась надо мной. Вера и Оля. Сочетание удалое. Но подобен алмазу незатуманенный разум. Ну и ну. Стало быть, тебе очень нужна эта вещица. Раз ты пошел за ней в такой мороз. Я прочел твою судьбу еще до твоего прихода. Рассказать? Не действуй, затаись. Своих талантов устрашись. Если ты ищешь смерти, я не стану тебе препятствовать. Я, хранитель Нового Запада, приветствую избранного. А теперь в путь! Хранитель Запада обратил нас в летучую мышь. И мы полетели за ним. Видишь храм на озере? Там ты обретешь то, что ищешь. Властителя этих земель сейчас здесь нет. Забирай вещицу и уходи. Все было довольно просто. Нужно было пересечь озеро и зайти в этот дом. Где и лежало то, что нам нужно. Но в этом мире легких путей не бывает. Изумительно. Он помнит твой запах. При жизни эта обезьяна только и умела, что стонать и молить о помощи. И даже после смерти она привела вас. Цвет юности прямо ко мне. Даже не знаю, влезете ли вы все в мешок. Кан Цзинь Лун, слушай мой приказ. Проверь, из чего сделана эта обезьяна. Достойна ли она быть в числе моих учеников? Кан Цзинь Лун. А дом, в который мы так стремились, исчез. Как будто его здесь и не было. Зато был дракон. И с первой же минуты мне с ним не заладилось. Выпив пару банок сопротивления молнии, сражаться с ним стало куда проще. И единственная сложность, которая во время боя меня преследовала, это мое неумение летать. Дракон постоянно находился в воздухе. Но как бы высоко он не летал, он все равно оказался на земле. Дракон постоянно находился в воздухе. На сей раз тебе не выбраться. Когда мы очнулись, то увидели решетки. И мир пагод. Так-то... И кто же тут у нас? Божество или Яугуай? Выбравшись, на некоторых клетках я заметил печати, снять которые я еще не мог. Несмотря на то, что это место было храмом, оно выглядело как тюрьма. Здесь были смотрящие и заключенные. Если мы попадали под взор смотрящего, то наше здоровье на глазах сжиралось, но взамен мы получали небывалую мощь. Наши удары наполнялись сокрушительной силой. В середине битвы со смотрящим, мое здоровье уменьшилось до половины. Но от этого я становился только злее. Убивая одного смотрящего, я получал огромную кучу искр. Пагода подразумевает под собой многояростные башни. Вот и мне приходилось здесь подниматься, опускаться и даже падать. Каждый раз, поднимаясь все выше, обязательно находился тот, кто хочет сбить тебя с равновесия. Будь это толчок или стрелы. Исследуя эту башню, я наконец-то наткнулся на то, что хотя бы приближенно было бы похоже на храм. Десятки иссушенных людей стояли на коленях перед каким-то божеством. И как только я подошел поближе, это божество под названием «Лотосный капитан» решило меня атаковать. А мумии, поклоняющиеся ему, начали оживать. Во время битвы с капитаном я заметил, что его магия очень похожа на ту, которая используется на клетках с печатями. А когда он начал использовать свою магию по максимуму, я заметил точно такое же кольцо с рунами, как на клетке. Победив капитана, я получил предмет под названием «Морозная лоза», а также его душу. И душа его была не фиолетового, не синего цвета, а легендарно желтого. Оказалось, что эта воля не поддается развитию, и ей нужно найти другое применение. А вернувшись обратно к клетке с печатью, я обнаружил, что печати уже нет. В клетке было два заключенных. Один из них был убит. Но я мог взаимодействовать с рукояткой от меча. Вынув оружие из тела, я получил силы того, кто обладал им. Пепельная дрёма. Избранный превращается в гуай-крысу и дышит огнём, поджигая врагов. Вижу, ты убил одного из моих капитанов и открыл эту дверь. Четыре верных капитана. Теперь они в заблудшей души. Можешь ли ты избавить их от страданий, если и правда избранный? Поговорив с заключённым, мы выясняем, что существует четыре капитана. Одного из которых мы уже одолели. Это был Лотус. Ещё одного мы нашли на вершине пагоды. Мудроголосый пагоды. Капитан. Его тело состояло из двух частей. Золотой сферы и обезображенной плоти. Золотой сферы и обезображенной плоти. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Судьбе было угодно свести нас вновь... Чтобы я научил тебя этому маленькому фокусу... Продолжение следует... Оно всегда поможет... Согреет, исцелит и придаст сил... Не дикий зверь... Не ягуай... Не посмеет к тебе приблизиться... Огненное кольцо... Быстрее восстанавливает силы... Продолжение следует... Продолжение следует... Какой же ты упрямый... Адмирал... Не отступишься... Останется от тебя только мокрое место... Милая моя... Не так уж здесь и жарко... Может, зайдешь... И приступим к практике инь-янь... Милая моя... Твой учитель разомкнет эти железяки... Золотые тарелки создал наш великий учитель... Думаешь, какая-то обезьяна сможет его... Посрамить? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты... Ты разбудил черепашьего полководца? Откуда ты узнал, что он прямо под нами? Черепаха... Змея... Какая разница? Я учуял запах обезьянной шерсти... Мерзкий и до боли знакомый... Пришлось поздороваться! Учитель ценил твои таланты... Он держал тебя под пагодой ради твоего же блага... Бессердечная... Судя по всему... Блаженства Нового Запада ты не достоин! Звезда Каньцзиня... С виду симпатичная барышня... Но внутри еще та змеюка... Пришло время узнать, на что по-настоящему способна эта крыса... Огненный взрыв! В конце нашей битвы с этой звездой я заметил, что тучи над нами сгустились сильнее... А она сама... Посидела... Учитель прав... Обезьяны... Необычайно упрямы... Однако... Золотые тарелки... Не разбить даже тебя! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...